О таком действительно еще не написано в книгах. О тонкостях специальной военной операции, боевой подготовке, солдатском быте, ощущениях во время обстрелов и многом другом мы кищенские школьники и студенты услышали из первых уст. Андрей Галяков – первый герой нового проекта, который стартовал в молодежном центре «Импульс». Вячеслав Алексеевич Муравьев вышел на меня через мою работу, спросил разрешение дать мои контакты в молодежном центре «Импульс», после чего они меня пригласили, и я не отказался. Очень много вопросов от юных зрителей, чего я не ожидал, кстати. И вопросы были довольно интересные. Я вижу, что им интересно знать, что там происходит, как все это устроено. Еще одним гостем встречи стала координатор волонтерского объединения «Золотые руки ангела» в Мытищах. Татьяна Кузнецова рассказала ребятам о том, как добровольческая организация приближает победу в тылу. Все необходимое для спасения раненых, а также изделия для нахождения в полевых условиях, изготавливают и отшивают волонтеры. Она рассказала, как можно попасть в их команду и продемонстрировала инвентарь. Это носилки тоже. Они тоже очень легкие, компактные, но их можно тащить по земле, даже если трава, растительность. Создатели проекта продумали мероприятия до мелочей. Сама обстановка, в которой встретились боец СВО, волонтер и мытищинская молодежь, располагала к искреннему и открытому диалогу. Ребята не только смогли задать вопросы, но и узнали историю конфликта на Украине. В ходе разговора прозвучали трогательные истории о том, как сделанные детьми обереги творят чудо на передовой и сохраняют жизни солдат. А письма согревают душу даже в самые безысходные времена. Вообще идея зародилась очень давно. Во-первых, патриотический проект – это всегда актуальная тема. Добровольчество – это тоже актуальная тема, особенно когда у нас у «Импульса» волонтерский центр огромный, обширный. Наша молодежь – это то поколение, которое движет Россию вперед. И мы двигаем молодежь для того, чтобы оно пошло именно в правильном направлении, в правильном русле. Сегодняшние солдаты – настоящее олицетворение доблести, отваги и любви к родине. Кто, если не они, расскажут о настоящем патриотизме и долге защитника? Даже после встречи школьники не отпускали героя, задавали вопросы и фотографировались на память. А в конце ребята смогли написать письмо солдатам СВО и увидеть экспозиции и фотографии с поездок волонтерского движения «Верное дело». Мне очень понравилось то, что сюда пришел настоящий боец СВО, то, что он нам рассказал, каково это было, где они находились, где они ночевали, что такое доверие. Я считаю, что каждый должен, гражданин России, хоть немного знать, каково это быть на войне и что сейчас чувствуют солдаты. Проект «Герои, истории которых нет в книгах» запланирован на два сезона. Еще несколько таких знакомств настоящими героями позволят молодежи узнать, что такое мужество и подвиги, и как один человек своими руками может повлиять на судьбу всей страны. Анна Смирнова, Александр Соломкин, Первому Тищенске.